Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, родные земляне, родные единомышленники и все те люди, которые желают сделать этот мир лучше. И не просто, чтобы он стал лучше, а сделать это и собственными руками. Сегодня мы встретились в этой прекрасной вебинарной комнате для того, чтобы узнать о новейших инновационных, экологических технологиях, которые доступны каждому и частью которых может стать каждый. В данный момент этот проект, о котором сегодня пойдет речь, уже на завершающих стадиях своего развития. 14 этап сейчас в пути и останется только 15-й. То есть прошли огромный путь и все это сделали огромное количество человек. 500 тысяч человек приблизительно из 200 стран и регионов мира. Под руководством прекрасных руководителей Надежды Косаревой и нашего гениального ученого Анатолия Эдуардовича Юницкого. Леонардо да Винчи нашего времени, который создал целую серию инновационных, экологических технологий, дающих полное изобилие и содружественную жизнь во всей биосфере, вместе с природой и со всеми другими видами. И сегодня речь идет о первой технологии, которую мы уже почти реализовали с помощью каждого из вас, с помощью людей, обычных людей со всего мира. Я один из таких же людей. Давайте познакомимся. Меня зовут Артем Курбанов. И я из города Даугурпилса, из Латвии. И я всю свою жизнь старался делать этот мир лучше. Для того, чтобы люди больше улыбались. Для того, чтобы все цвело. И для того, чтобы люди меньше страдали и плакали. На это была нацелена моя жизнь. И я старался расти в этом. Делать большее влияние, больше добра, больше пользы. И, конечно же, влияние вырастало и уже из своего города, и из своей страны. И сейчас я занимаюсь действительно важной мировой, международной деятельностью, которая принесет и приносит каждый день пользу всему человечеству и всему живому на Земле. Я в 2016 году узнал о том, что существует такой способ развития проектов, как краудфандинг и краудинвестинг. Народное финансирование. Когда люди, объединяясь вместе, создают целые компании, корпорации и создают продукты и услуги, которые расходятся по всему миру. И действительно только то, что действительно нужно человеку. И люди сами это решают, как масса. То есть не кто-то, у кого много денег, и он решает, в каком направлении пойти. А люди общим, так скажем, как будто голосованием, как общий единый организм, помогают и поддерживают своих единомышленников по всей планете, в разных странах, не в зависимости от языка или менталитета. И делают общее, важное понимание душой, что это жизненно необходимо. Подобные дела, компании, технологии. И это дошло, конечно же, и до нас. Последние 10 лет фантастически развивается эта сфера. И когда я узнал, начал изучать лучше, изучил очень много проектов, но нашел самый актуальный, самый реальный и самый действенный в своем роде. И это именно технологии Анатолия Эдуардовича Янинского. Узнав о технологии, я сразу же стал инвестором компании. То есть по договору конвертируемого займа. Можно сказать, я кредитую компанию. Я даю ей свои средства для того, чтобы она реализовалась. Для того, чтобы у нее пошел, так скажем, рост и развитие. А компания за это, так скажем, отдает долю себя, долю компании. Теперь и совладелицей ее буду я. И так вот множество, сотни, если не тысячи проектов по миру запускаются. Каждому по своему интересу. Но у Анатолия Эдуардовича есть технологии, вся его серия Экомир, которая гораздо больше, чем те тысячи проектов, которые предлагаются сейчас на рынке. Потому что они не меняют наш мир. А то, что делает Анатолий Юницкий, действительно меняет. И вы сегодня в этом убедитесь. И поскольку самое важное это время, самый важный ресурс, прошу вас посмотреть на этот слайд. Это основные побуждающие факторы, которые вы можете здесь реализовать с помощью этой встречи. Плюс, если у кого-то из ваших знакомых или близких есть подобные запросы, то они смогут с компанией Sky World Community найти способы их удовлетворить, реализовать, расширить и улучшить. Поэтому, если вас интересует дополнительный доход или финансовая независимость, или собственный бизнес, то вы это сможете найти с помощью компаний Sky World Community, огромного фонда по экологическим технологиям и инвестициям. Если вас интересует личностный рост, или, может быть, помощь другим, или новые знакомства с интересными людьми, с единомышленниками, то вы тоже сможете найти это здесь с помощью компаний Sky World Community и нашей струнной технологии. Если вы желаете уйти с нелюбимой работы, работая с которой устали, от которой устали, либо хотите оставить достойное наследство будущим поколениям, чтобы они начинали свое развитие и семейные бизнесы с более серьезного звена, с крепкого плацдарма, или вы думаете обо всей планете в целом, не только о своей семье, своем городе или своей нации, а обо всем живом, на нашем прекрасном голубом шарике, наш дом, планета Земля. Так что, дамы и господа, если хотя бы один из побуждающих факторов, который вы сейчас услышали и увидели, откликается вам, вы потратите время не зря. Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, возьмите горячую чашечку чая или водички, и начнем наше путешествие. Ведь нас 8 миллиардов человек. И главная задача в самом начале нашего разговора – мне показать, что все, что происходит на планете, уже влияет на каждого. Поэтому, то есть это дело каждого. То есть все, от всех зависит. От того, как каждый человек предпочитает выкидывать мусор, где угодно, или дойти до мусорника, от этого зависит общая частота и общее количество мусора. То есть из маленьких крупиц собирается то, что происходит на планете. И сейчас мы, как один из 12 миллионов видов, самый влиятельный вид на планете, самым быстрорастущим развитием, хоть и технократическим развитием. Если бы мы развивались больше в биологию, то были бы, наверное, уже как в фильме «Аватар». Но наша техногенная сфера дала нам огромное развитие. Огромный способ развиваться и становиться лучше. И одна из главных частей – это транспорт. Один из них – водный транспорт, который сотни, тысячи лет позволяет нам перемещаться, торговать, учиться и переезжать. Но в данный момент он уже не такой эффективен. Он не справляется с запросами 21 века. Аэропорты, конечно, есть и подобное. Но смотрите, это только аэропорты. Умножьте эти точки на 20 или на 30 – это количество самолетов в этих аэропортах. И это все пространство занято, оно очень дорогостоящее. Добраться и сесть на самолет, сдать багаж, и потом все это забрать и добраться до места, куда ты собирался, очень много времени занимает. И это действительно дорого и огромный вред оставляет нашей экологии. Хоть и считается одним из самых безопасных видов транспорта. Конечно же, железные дороги тоже работают на нас. Но 200 лет она служила нам верой и правдой. И, конечно, модернизировалась. Но сейчас средний уровень, средняя скорость, с учетом погрузки и разгрузки, у железной дороги – 15 км в час. Да, мои господа, для людей 21 века такая скорость уже неприемлема. При том, что это транспорт первого уровня. А первый уровень, по факту, это биофлора. Это биопространство, где должна находиться только био-часть. Флора, фауна и человек. И эту возможность мы имеем освободить этот первый уровень, чтобы вся поверхность планеты Земля принадлежала нам. И убрать все человеческие факторы и вредоносные факторы от транспорта первого уровня. Потому что самый главный транспорт первого уровня – это автодороги. Более пяти площадей Великобритании закатаны под асфальт. И они мертвы. Они не дают кислорода. Они не растут растения, которым может питаться другие животные или птицы. Они не дают плодов. И эта Земля возможна к восстановлению. Причем очень быстро. Было бы только куда переместить наш пассажира и грузопотоп. Это, конечно, самый мобильный вид транспорта. Самая мобильная отрасль. Но, к сожалению, на двигателях внутреннего сгорания мы не сможем столько ездить. Потому что огромный расход топлива. Но самое главное – только что это первый уровень. Наши дети, наши животные, мы, наша флора и фауна, окружающая дикая – они все находятся на одном уровне. Если здесь же будет автотранспорт и железная дорога, то мы неизбежно будем сталкиваться. И это огромное нарушение нашей жизни. Потому что с помощью этого транспорта было огромное, так скажем, развитие, огромное расселение, огромное повышение торговли и науки. Но с учетом 8 миллиардов человек это перестало быть настолько положительным. К сожалению, это начало приносить очень много вреда. Потому что данный вид транспорта – один из самых вредоносных по статистике. Ведь нас 8 миллиардов человек. И этот транспорт, особенно автотранспорт и железная дорога, первый уровень занимающая, она отбирает у нас место. Она отбирает у нас безопасность. Она отбирает у нас действительно наш простор для хорошей и качественной жизни в городе. Очень жарко в городе. Действительно очень жарко. Ведь посмотрите на него. Этот город не похож на место для жизни живых существ. Этот город похож на микросхему. То есть какую-то микросхему, в которой точно живут не живые существа. Нету зелени, нету кислорода, не видно разных красок. То есть это города перестали строиться для людей. Они начали строиться для машин. А те города, которые уже построены, так быстро видоизменяются и не в пользу пешеходов и жителей. Потому что в пользу развития индустрии, бизнеса и коммерции. Так не может продолжаться. Мы, конечно, видим более разумные способы распределения пространства на первом уровне, которые у нас как бы ограничены. Но мы все равно будем сталкиваться с транспортом первого уровня. С той же опасностью. Мы находимся с одним из самых главных убийц на нашей планете на одном и том же уровне. И мы никогда не знаем, когда это повлияет на нас. Но города продолжают расширяться. Им никуда не деться. Потому что они пытаются двигаться по старым видам транспорта. Не берут в учет, насколько большой прогресс происходит сейчас по всему миру. Ну и, конечно же, под влиянием скрывающих факторов. Тех слоев населения нашей планеты, которые не хотели, чтобы закрывающие технологии, и до сих пор не хотят, чтобы закрывающие технологии и электротехнологии, то есть на возобновляемых видах энергии, чтобы они проходили. Поэтому уже более ста лет идет эта баталия, если не более, когда много-много разных ученых вылезают из разных уголков планеты со своими технологиями, а потом исчезают. И технологии их пропадают. И появляются почему-то сейчас, в 21 веке. Представьте. Ведь подумайте, сейчас эра... На каждом городе везде очень много электросамокатов. Но в 1900 году в Лондоне полицейские уже катались на электросамокатах. При том, что это такой хороший вид, способ передвижения, такой маневренный. Сейчас я пробую, и можно действительно добраться за несколько минут. Как бы хороший электросамокат, 80 км в час может идти, то есть такая предельная скорость. Но, тем не менее, по городу считанные минуты, и ты везде можешь перебазироваться. То есть новые технологии входят сейчас очень сильно, потому что нефть эра, она уходит. И у нас есть возможность стать частью этого, сделать эти изменения вместе с миром. Как когда-то придумали интернет, компьютеры, гаджеты, либо электричество, или текстиль. Ведь посмотрите, что происходит на наших дорогах. Это везде, это уже не только в мультимиллионниках, но уже и в обычных городах. В Китае 40 полос идут на сужение. Представьте, какое количество времени пространства и топлива тратится на просто неэффективное, устарелое решение передвижения. И либо те страны, которые не могут себе позволить хорошую культуру передвижения. Это Индонезия, например, часть, либо какая-то часть Индии, где очень небезопасно, где просто нет средств, чтобы построить хорошую инфраструктуру с ограждениями, с местами и для пешеходов, и для автотранспорта. Это, хочется сказать, нереально. Нет, это реально. Это наш мир. А это наши города. Даже там, где 200 тысяч, 100 тысяч, мы тоже видим огромные пробки. Даже в моем городе, где уже меньше 100 тысяч, иногда бывает попадаешь в небольшую пробку. То есть это сейчас касается каждого. Я надеюсь, до каждого получается это донести. Наши города такие сейчас стали. Из-за урбанизации. То есть мы стараемся приблизиться к точке, откуда в разные стороны мы можем сделать множество разных видов действий. То есть улучшить себя, либо сделать какие-то свои дела в разных уголках нашего города. И с помощью урбанизации, к сожалению, мы увеличиваем цену на каждый километр, на каждый метр квадратный. Значит, и каждый магазин будет стоить дороже. Я арендую его. Значит, каждый продукт, произведенный там, либо услуга оказана, тоже стоит дороже. И квартплата стоит дороже. И каждый литр воды стоит дороже. То есть из-за того, что мы съезжаемся в город, там очень много проблем вырастает. И жизнь становится менее выгодная, менее привлекательная. Хотя давайте задумаемся. Главный спектр, главный фактор, чтобы съезжаться в город, либо не приезжать в город, это как быстро мы преодолеваем расстояние. То есть если бы мы быстро могли добираться до разных точек, не обязательно было бы жить в городе, если мы за то же время можем сделать. То есть если у нас будет транспорт с более лучшей логистикой, либо более высокой скоростью, то мы можем не поддерживать урбанизацию. Мы можем жить за городом, либо в пределах города подальше, где поменьше заводов, где побольше природы, где почище воздух, где можно выращивать свою свежую, наполненную праной с гряда к пищу. И то есть если мы найдем транспорт, у которого больше скорость и лучше логистика, то мы сможем изменить это. И нам не придется и нашим детям вставать с утра и, выходя на балкон с чашечкой чая, видеть не природу, а видеть такого же соседа под своими вещами, которые висят после стирки, сушатся. Это действительно можно изменить. И уже, я думаю, у людей хочется это изменить, потому что шум города и его постоянная вибрация цехногенная, она мешает. Она мешает жить, восстанавливаться, спокойно думать, творить. И город, он перестал быть для человека. Смотрите, куда выносят пешеходные пути, потому что автотранспорт якобы привилегированней для работы города. Но где эта грань? Ведь посмотрите, здесь на фотографии слева, этой дороге и этому городу нужен больший поток, больший поток проходимости транспортных средств. И они ничего не могут сделать, кроме как второй уровень. А это значит, что первых четыре этажа всех этих домов, люди, которые там живут, больше никогда не увидят прямого солнечного света. Это неприемлемо для жизни. Но городу ничего не остается, кроме как сделать такой вот вариант. Потому что они либо не изучают, либо как-то вот пропустили, что есть струнные транспортные технологии. И можно было это решить гораздо дешевле, в считанное мгновение, можно так сказать, по сравнению со строительством даже такой дороги и какая цена на это. Эти дороги перерезали всю нашу планету. И сейчас, с учетом новых технологий, у нас есть возможность освободить эту землю, сделать ее действительно плодородной, полезной, живой, такими, как мы. Каждый уголочек земли, такими же, как мы. Ведь, например, в Лос-Анджелесе сейчас или в Калифорнии в среднем, человек среднестатистически может провести до 380 часов в пробках в год. Это полтора рабочих месяца. Ну или у трудоголиков такой один очень хороший месяц. То есть, представляете, 380 часов в не в том направлении, не в то время выехал, и да, минус 3 часа. Сам стоял в этих пробках в Лос-Анджелесе, действительно, можно было потратить 3,5 часа. Мы выехали, нам нужно было ехать полчаса, в итоге ехали 3,5. И это, так скажем, нам повезло. А есть ли еще где-то какая-то авария или еще что-то. То есть транспорт первого уровня, причем такой тяжелый, массивный, который нельзя переставить куда-то, он перестал справляться. И его необходимо поменять, ему необходимо помочь. И эта помощь уже идет, и с ней реально справляются. Потому что подобные выходы и выносы железной дороги, электричек или подземные какие-то туннели, это так дорого. Это настолько опасно в строительстве. Это так много ресурсов и времени человека занимает. Это не вариант. Ну, как вы понимаете, и это тоже, дамы и господа, не вариант. В 21 веке мы живем. Например, логистика, чтобы показать, насколько 21 век может упростить то, что раньше строилось немножко по другим принципам. Смотрите, сейчас у нас есть специальные, так скажем, спутники, с помощью которых мы можем видеть абсолютно карты, делать расчеты. Есть, так скажем, полные лазеры. То есть сейчас можно всю инфраструктуру города, все дороги, логистику новую, транспортную, с учетом сбора информации, активности разных путей. Это все можно делать гораздо разумнее. И эти технологии у нас прорабатываются, потому что работаем на передовых компьютерах и с, так скажем, передовым программным обеспечением. С помощью этого мы можем изменить положение, пространство и достижение до места, куда нам надо. Юницкий говорит, в городе дорога от места до места, куда бы тебе ни нужно было, в среднем не должна превышать 20 минут в любом городе. То есть нужно логистику сделать таким способом. И у него есть четкие разработки, как этого достичь. Но давайте посмотрим, к чему можно привести новой логистикой. 200 человек в 177 машинах занимают три квартала места. Огромное количество. Если мы убираем машины, то те же 200 человек занимают очень мало места, потому что больше всего занимает само транспортное средство. Причем два пункта. Первый, оно занимает место, транспортное средство занимает, когда мы передвигаемся, плюс дистанции. То есть это очень много, потому что много человеческого фактора. И поэтому нам нужны разграничения. Второе, потом мы приезжаем на место, на работу, в какую-то оперу или приехали рядом с домом поставили. И все это время, пока мы не катаемся на машине, она занимает чуть ли не 10 квадратных метров площади нашего города с вами. Где нам нужен кислород. Где было бы здорово, чтобы на каждой аллее, раз нет выхлопных труб, а заводы чуть подальше от города, пускай растут плодовые деревья, кустарники, овощи даже и фрукты. Если ими можно питаться внутри города, это же было прекрасно, когда столько места не надо. В итоге, всех этих 200 человек без машин можно гораздо удобнее перемещать. А вот это все пространство в три квартала, представьте, мы только что его освободили. Конечно, кому-то нужен будет автотранспорт, но при разумной логистике, может быть, он мне не так будет нужен. Потому что, как, например, в Сингапуре сейчас, там максимум сделано не на частный транспорт. То есть там невыгодно держать частный транспорт и самому ездить. Выгодно ездить на автобусах, на такси и так далее. Развивается именно экоструктура самого городоустройства. Но смотрите, этих 200 человек в трех автобусах, электроавтобусы, как сейчас модно в Европе, запускаются. Они занимают в 10 раз меньше места. При том, что эти автобусы могут идти, они на возобновляемых видах энергии. То есть их можно запускать чаще, они могут приехать и подзарядиться. С помощью такой логистики все люди, живущие, могут идти по своим маршрутам. И как много места мы освобождаем. То есть мы как минимум по две линии можем отдать машинам, а еще по две линии справа и слева может стать для пешеходов, для велосипедов, для парков или зеленых зон. Представьте, как смогут выглядеть те же самые улицы наших городов. А теперь посмотрим еще один вариант. Один легкий экологический поезд. Суперлегкий поезд на 200 человек. И так можно осуществлять большой пассажиропоток. Например, таких вот 200 человек, это как сейчас трасса и транспорт, которые мы будем представлять и уже делаем для Объединенных Арабских Эмиратов. Там необходима большая пропускная способность, более чем 100 тысяч пассажиров в час. И мы спокойно это реализуем с помощью поезда составного из 8 вагончиков по 25 мест. Получится 200 пассажиров. И весь этот поезд автономно может двигаться от места к месту. Смотрите, как это будет. Представьте, вы подходите к станции, на телефоне на своем открываете Skyway, вас определяет, где вы находитесь, либо вы сами ставите, что вот идете на эту остановку. Будете во столько. Нужно добраться вот туда. Через 10 остановок, условно. Вы приходите на станцию. Есть еще люди, которые сделали так же, и им тоже нужно на вашу остановку. Есть, так скажем, кто просто подошел на станции и там на компьютере набрал свои. И буквально в считанные минуты уже будет показано, что подходит ваш транспорт от вашей остановки до нужной вам. Вы заходите внутрь с единомышленниками по вашему пути, и один раз разогнавшись, один раз выехав на общую эстакаду и один раз затормозив, вы добираетесь без остановок. Конкретно на свою станцию. То есть минимум, прошу прощения, минимум затраты энергии, минимум затраты времени. Вы просто сразу же с максимальной скоростью по городу до 150 км в час, очень быстро, абсолютно безопасно и экологически чисто добираетесь до нужного вам места. Представьте, это ли не фантастика, но, дамы и господа, это уже сейчас работает. Потому что мы видим, что происходит с нашим миром. Какие-то страны просто не могут справиться с логистикой, с количеством людей, с той пропускной способностью для грузов и пассажиров, которая нужна для хорошего развития. А так получается, это как дать, не знаю, один шпатель, одну киянку и там один уровень трем людям, а им нужно делать три разных комнаты. И вот как вот это все устроить. Здесь же с помощью новой логистики можно будет действительно разгрузить это, освободив место, и тогда всем хватит места и снизу, и сверху. Потому что Skyway не заменит, и струнные технологии не заменят сразу все виды транспорта. Они придут на помощь и разгрузят. Так же, как когда-то у нас появились пейджеры, а были дисковые телефоны. Или так же, как когда-то появились смартфоны, а пейджеры ушли, и обычные телефоны ушли. То есть все само собой заменяется. И мы понимаем, что люди сами выбирают лучшее. Никто никого не убеждал, что это лучшее. Люди просто видели эффективность этого. Поэтому если, как и вы сейчас, люди увидят хотя бы один раз эффективность уже того, чего мы достигли за 14 этапов, то они всеми руками и ногами будут за, чтобы изучить еще немножко больше и стать частью этого. Помочь ускорить это. Чтобы очень много людей не пострадали. Чтобы очень много людей в мире имели возможность учиться, работать, уезжать и приезжать, путешествовать и возвращаться к своим семьям. Это очень важно, дамы и господа. Одну секундочку. Ведь автотранспорт – это один из тех транспортов, которые больше всех приносят вреда на нашей планете. Он забирает полтора миллиона жизней в год. И около десяти делает десяти миллионов, делает инвалидами. Больше, чем в других трагедиях, которые происходят на территории нашей планеты. И это связано везде. И на железной дороге, и на автодороге, и на водном трассе. А что говорить про грузы? Мы не видим, так скажем, в новостях, и до нас не доходит информации, как много столкновений либо аварий происходит с нашими грузами. Особенно в эру потребления. Поэтому одна из огромных частей – это модернизация наших грузовых перевозок. Потому что мы платим за каждый доллар, за каждый простой, за каждый квадратный метр, за скорость, за каждый километр скорости. И вот, например, один корабль, севший на мель, делает пробку на миллиарды долларов на полпланеты. И это действительно так, потому что неэффективно. Для 21 века вообще никак. Но наша компания уже предложила вариант трассы, которая будет по стоимости дешевле, чем сам обработка советского канала когда-то была. И добираться будут не за 14 часов, а за 2. При том, что погрузка и разрузка грузов будет моментальная практически. Не больше, чем 65 секунд на один контейнер. Со стоимостью передвижения около 1 доллар на 100 тонн на километр. Это взрыв понимания новых грузоперевозок, дамы и господа. Кто хотя бы чуть-чуть разбирается в этом, мы перевернем мир грузоперевозок, а значит и все цены. Эта технология позволит нам даже в эпоху потребления сделать ее более разумной и более приятной для народа, а не для бизнесмена. И грузоперевозки дадут нам самый большой и прибыльный куш, если можно так сказать. Ведь грузоперевозки – это самый дорогостоящий бизнес. И вообще транспортная отрасль, транспортная инфраструктура – это самая дорогостоящая инфраструктура в мире. И самая прибыльная. И самая коррумпированная. И эти проблемы в этих отраслях, они есть очень серьезно. Но поскольку этот бизнес приносит прибыль, все потихонечку скрашивается, замазывается, подделывается, где-то модернизируется. Но в большей степени, дамы и господа, вы видите, как чинят дороги, например, в ваших городах. Как часто, как хорошо. И вы понимаете, как это все работает. Поэтому экологические способы, закрывающие технологии, которые освобождают людей от постоянного ремонта, от постоянных новых строительств, от постоянной дополнительной эксплуатации, точнее, ухода за всеми трассами и транспортными средствами, это все можно минимизировать. И такие технологии успешно развиваются. Ведь, дамы и господа, человек не срает останавливаться. Он будет везде. Он строит дорогу во все стороны, для того, чтобы объять нашу необъятную планету. Но не замечаешь, что наша планета живая. И заносит наши дороги бархамами, разрушает здания землетрясениями, заснеживает, обледенение происходит. Она живая. А человек техногенной сферой убивает ее. Ведь живое происходит из живого. А технология, она берет живое и делает из него мертвое, выдав энергию. Либо берет мертвое и делает из него мертвое. Не в обратную сторону. Поэтому техногенные сферы, они убивают не только флору и фауну, но и нас. Мы же здесь же. Мы же рядом со всеми остальными видами. Только если раньше мы не могли, как народ, как планетарное общее сознание, влиять на это, то сейчас с помощью народных финансирований, с помощью интернета у каждого человека есть возможность влиять на это, делиться этим, помогать этому, работать на это улучшение и делать свое изобилие и благополучие на созидательной деятельности. Ведь мы здесь с вами находимся именно потому, что не хотим такого неба над нашими головами и над головами наших детей. И просто сидеть в сторонке не получится. Можно заниматься экологическим питанием, можно делать какие-то полезные мероприятия, можно делать еще какие-то вещи. Но основополагающие, если мы не сделаем данные технологии, все это конит в лету. Потому что природа сотрет нас как раздражителя, который сильно ее достал. Причем не все же это люди делают, а только определенные единицы, определенный слой. Но нас сейчас очень много, и мы можем решать и менять этот мир. Да, были начинания насчет электродвигателей, например, или, так скажем, как по-другому самые наши активные виды транспорта изменить. Но подумайте, откуда они будут заряжаться? Скорее всего, это все равно будет сжигание. Это все равно будет техногенный способ вредоносный. Но движение, оно нам необходимо. И именно поэтому мы сегодня здесь с вами. Потому что у Анатолия Эдуардовича есть технологии, которые смогут изменить это положение. Ведь это мы, дамы и господа. Это мы в закрытой комнате. Наша планета – это наш дом, живой дом. И мы внутри стоим свои техногенные штучки, которые очень серьезно влияют. И мы в этом закрытом доме, запертом со всех сторон, нашей атмосферой, в космосе. И понятие экология только внутри существует. Но внутри мы сделали атомные электростанции, которые отравляют воздух, землю и воду. Сделали огромное количество заводов, которые делают столько выбросов в атмосферу и столько побочных продуктов, что ужас то, во что превращаются наши реки, либо некоторые поля возле таких заводов. В третьей стороне огромное количество автомобилей и других видов транспорта, особенно первого уровня, которые сжигают огромное количество топлива, делают огромный вред нашему воздуху. И самое опасное, потому что на первом уровне. А мы по центру этой комнаты пытаемся выжить. Пытаемся сделать что-то, чтобы жизнь стала лучше. К сожалению, дамы и господа, без глобального видения, как уже у вас, поскольку если бы у вас не было глобального видения, вы бы не были сейчас здесь, здесь и в летнее время, не уделяли бы свое внимание, свою энергию и жизнь для того, чтобы узнать больше об этом. Спасибо вам большое за это. И сейчас мы, этот человек, который решает, как мы это изменим, в какую сторону. И мы не одни. Также мы понимаем, каждый из нас понимает, что загрязнение окружающей среды – это так же, как и перегрузка транспортных путей. И отсутствие безопасности для флоры, фауны человека – это дело общее, потому что мы дышим общим воздухом. Если когда-то люди в пещерах жили очень мало из-за рака легких, потому что там же делали костры от угарного газа, жили по 20-30 лет, либо дубление кожи, они начали выносить свои технологии подальше и начали жить дольше. Потом развивались общения, они начали выносить из общины, потому что это, опять же, под ногами, за пределы города и так далее. Потом за пределы страны, потом за пределы континента, на другие континенты. Сейчас нас 8 миллиардов человек, и мы заселили всю планету. Некуда больше выводить вредоносную техногенную сферу. Ее можно только прекратить делать здесь, на биосфере, и только делать экологические технологии. Так скажем, заменять. А вредоносные технологии, но с большими возможностями, мы сможем с помощью эко-мира использовать в ближнем космосе и в дальнем космосе. Так что, дамы и господа, это лишь начало струнный транспорт наземный, надземный. Когда вы узнаете про будущие технологии, это очень сильно вас впечатлит, потому что с каждой новой строчки вы будете понимать, что эта вся работа уже проработана. За это уже получили награды. Анатолий Эдуардович получил премию мира в 2018 году за все свои экологические технологии, в которых более пяти разных проектов. Только первый из них – наш струнный транспорт. Поэтому все эти проблемы, дамы и господа, они касаются каждого. А на чистой энергии, на возобновляемой энергии мы сможем в 15 раз меньше тратить. При том, что у нас эти ресурсы невозобновляемые, они смогут использоваться более разумно. Их цена станет меньше, потому что спрос на них станет меньше. То есть мы, используя разные спектры, так скажем, неровную дугу расширяем. Делаем все более сбалансировано, более ровно, как в природе, более гармонично для использования человека, для гармоничного использования. И одна из вещей – это расход энергии, то есть экономия ресурсов планеты при строительстве трассы, при ее эксплуатации, при строительстве транспорта. И какой вообще должен быть транспорт, чтобы он был эффективный и экономичный? То есть он должен мало ресурсов занимать и должен мало топлива тратить на то, чтобы достигать высокие скорости. Что придумал Анатолий Эдуардович? Это гениально, дамы и господа. Посмотрите, пожалуйста. Снизу автотранспорт. Он находится на первом уровне, где есть сплошное полотно. Там создается экранный эффект. Он из-за воздуха, там тормозится машина. Также воздух сталкивается с передом машины, то есть машина сталкивается с воздухом, и там мы теряем энергию. И сзади из-за неидеальной формы происходит турбулентность. То место, где мы только что были и переместились, здесь воздух еще не успел со всех сторон напомнить, и он стягивает все в одну, так скажем, назад за машину. И машина тоже закостягивает. В итоге при скорости 60 км в час 30% энергии затрачено на сопротивление и разрушение окружающей среды. А при 90 км в час, уже, точнее при 300 км в час, 90% энергии затрачено на разрушение и сопротивление окружающей среды. 9 десятых всей энергии и мощи, которая производит двигатель внутреннего сгорания, тратится просто на сопротивление, которое можно убрать. Посмотрите, что сделал Анатолий Эдуардович. Он взял транспорт и сделал идеальную аэродинамику. И, конечно же, поднял наш транспорт на второй уровень. И разделил сплошное полотно на рельсы. То есть нет просто сплошного полотна, но есть плотный, хороший, безопасный путь. То есть экранного эффекта нет. Воздух проходит как сверху транспортного средства, так сбоку, со всех сторон. И также снизу. Это уже огромная экономия. Далее впереди идеальная форма, которая как горячий нож в масло разрезает воздух и с минимальным сопротивлением продвигается вперед. Но сзади из-за подобной же формы нету турбулентности, нету воздушной ямы, которая затягивала бы нас назад. И воздух плавненько уходит в сторону. Таким способом Анатолий Эдуардович создал транспортное средство, которое в 16,5 раз по аэродинамике лучше, чем Бугатти Верон. Это одна из самых быстрых спорткар. Либо в 3 раза выше, чем конкретно машины, построенные на первом уровне для достижения самых высоких скоростей. И это все равно не на 5, не на 3%, не на 30%, в 3 раза. Так что эти технологии уже, конечно, продувались в аэротрубе, это все сертифицируется, и это тот транспорт, который будет летать 500 км в час, который уже мы представили. Просто сравните, вы же, скорее всего, как-то связаны с автомобилями, и, может, у кого-то есть свои автомобили. 14 человек, то есть автобус целый, 100 км их переместили со скоростью 100 км в час. То есть все хорошо, достаточно быстро. И потратили полтора литра топлива приблизительно. Хорошая, очень хорошая затрата топлива. Это энергии эквивалентно топливу. А теперь для любителей погонять джип, стоимость как джип приблизительно, только не 5 мест, а 6 пассажирских. Не один багажник, а два огромных багажника спереди и сзади. И перемещаются на 100 км за 5,5 литров топлива. То есть вы скажете, ну, это нормально, 100 км, 5,5 литров топлива, это хорошо. Только абсолютно безопасно, абсолютно экологически чисто и со скоростью 500 км в час. 5,5 литров топлива. 6 человек, два багажника. То есть вы понимаете, дамы и господа, что это новейшие технологии. И наша главная сейчас задача – это просертифицировать. То есть главная задача, которой мы занимаемся, мы сертифицируем данную технологию. Чтобы по всем бумажкам, по всем бюрократическим законам и стандартам мы в безопасности могли строить данные трассы в разных странах. То есть и такая вещь, как большой расход энергии, одна из важнейших проблем сейчас для перевозки грузов и пассажиров, она тоже решена. Она тоже имеет решение и очень легка в эксплуатации. Видите, посмотрите, вот фотографии два транспорта, один построен 150 лет назад, один вот буквально недавно. Сильно ничего не изменилось. Так же много энергии, так же много ресурсов планеты, такие же тяжелые и трассы, и транспорт, так же много энергии, чтобы это двигать. То есть это не вариант. Есть, конечно, одружжурные конструкции, но какова скорость, какова безопасность? Как мы уже исследовали, просто за полтора часа, дамы и господа, я не смогу передать вам абсолютно все, что знаю, поэтому что-то буду перепрыгивать. Данные виды транспорта, они неэффективны, они нерентабельны. Да, они освобождают немножко пространство, но в общем целом это не сильно решает ситуацию. Так же, как и, например, японский вариант. Вы можете сказать, что это как-то похоже. На самом деле низкая скорость, очень тяжелый, просто трамвай с колесами наверху. Огромные тяжеленные опоры, много материала, долго строить, не совсем безопасно. Дорогостоящий и малый землеотвод хоть, но нельзя его использовать. Точно нет. То есть не все, что вы увидите на втором этаже почему-то едущему или бегущему, не все это струнный транспорт. Вы увидите чуть позже, что есть струнный транспорт. Но для завершения, чтобы вы понимали, трасса из чего состоит? Просто это все досложит. Точка А и точка Б. Для того, чтобы построить сообщение, а вы видели, у нас вся планета уже перерезана этими железными дорогами и автотранспортом. Нам нужно всю флору и фауну под ноль срезать, выровнять и притоптать. Не в зависимости от того, что с ней будет. Также мы прокладываем 10 слоями, отрываем и делаем специальные уровни для железной дороги либо автотранспорта, перебивая грунтовые воды, делая заболачиваемость в одну сторону, наводнение в другую сторону. И только после всех этих технологий, дорогостоящих, 30, 50, 70 миллионов за километр, в десятки раз больше, чем наши струнные транспортные системы. И только после этого там может идти обычный транспорт и, так скажем, по ровному этому сообщению. Но постоянно нужно ремонтировать, постоянно смотреть. И, конечно же, природа в этом месте пострадала и будет страдать и дальше. Вот так это выглядит в реальности. Просто представьте, какое количество топлива, какое количество энергии человека, сколько людей, сколько ресурсов, времени нужно, чтобы сделать такие насыпи, как на левой фотографии. Или сколько всего необходимо, чтобы взорвать и проложить железнодорожный путь в скале. Это огромное, огромное движение, огромные затраты, которые можно не делать, которые можно с легкостью преодолевать новой логистикой, новым способом. И сейчас люди настолько сильны, настолько объединены, настолько имеют огромные возможности, что они объединяются. Они объединяются в проекты по 10 тысяч человек, 100 тысяч, 500 тысяч человек. И никакая корпорация, никакая компания уже не сможет такого напора избежать и оставить то, что вредно для планеты и для народа. Там, где мы будем двигаться. Потому что все, что вы сейчас увидите, сделано руками людей, обычными людьми, которые понимают, что есть жизнь, которые стремятся к жизни, либо ведут себя, как сама жизнь, для того, чтобы созидать, развиваться в гармонии, благополучии и изобилии. Так, компания SkyWorld Community стала огромным экологическим фондом. Фондом, где развивают экологические технологии. Где множество единомышленников с более чем 200 стран и регионов мира объединились вместе, чтобы помочь гениальному ученому. Это проверил каждый, и каждый в этом убедился. Гениальный ученый с гениальными технологиями. Просто представьте, насколько должны быть крутые технологии и насколько их влияние должно быть важно, чтобы 500 тысяч человек после собственного изучения решило, что это настолько важно, что я это поддержу и даже еще заниматься буду. Потому что огромное количество людей являются партнерами нашего фонда, нашей технологии. Поэтому компания SkyWorld Community предоставляет для вас всю эту информацию. И на своем сайте new.skyway.capital вы сможете найти абсолютно всю информацию, которая вас только поинтересует, без всяких обязательств. Либо обратитесь, пожалуйста, к людям, которые вам рассказали про этот вебинар, пригласили. Либо обратитесь ко мне, потому что я владею львиной долей информации о данной технологии и о данном проекте, об участии в нем, о том, как все строится, работает, как было, что есть сейчас и как будет. Артем Курбанов, Артем Скурбанов. Прошу, ищите на Фейсбуке. Там мы сможем с вами сконтактироваться. Ведь мы создаем транспортно-инфраструктурную отрасль по потенциалу, не уступающую таким отраслям, как авиационная, железнодорожная и автодорожная. Это слова генерального конструктора нашей технологии SkyWay, Анатолия Эдуардовича Юницкого. Он уже создал ее. Она уже ездит, уже сертифицируется, уже катает людей. Перед вами новое будущее. Которое ездит и работает уже сейчас. И еще раз напомню, 14-й сейчас этап из 15-ти. У каждого есть время еще узнать больше и стать частью этого. Но времени уже осталось немного. Именно в этом проекте. Этот транспорт, эта технология транспортная обережет мир животных и мир людей тоже, потому что может строиться на любом уровне. И сейчас транспорт, который вы видели, легкая провисающая трасса уже с 400 метров между опорами. А вообще может быть до 5000 метров между опорами. Представьте, любой ландшафт, любые реки, озера, дома, горы, овраги, хозяйство, все что угодно может остаться на своем месте. И без всякого вреда сверху будет идти чистый, электро, так скажем, чистый, безопасный транспорт скоростной. Потому что могут быть очень разные использования. Даже высокие башни до 150 метров с такие Т-образные, где много путей в одну сторону и в другую, навесной и подвесной. Например, как для Индонезии, где большие перепады на материке высоты. Также, конечно же, не волнуйтесь, мы никогда не упадем с этого транспорта, потому что там столько систем безопасности. Одна из них противосходная система. То есть транспорт всегда останется на рельсах. И, как говорит Анатолий Эдуардович, этот транспорт в 2000 раз безопаснее, чем автотранспорт. По его расчету, это ученый, он не музыкант и не писатель. Он конкретно говорит фактами, которые может проверить. И смотрите, у нас из точки А в точку Б, там, где все было уничтожено и, так скажем, под один уровень сглажено, сейчас вся микрофлора и флора и фауна, все остается в своем виде, живет, процветает и радуется. А мы при этом с минимальным количеством ресурса за минимальное время получаем на двух опорах, с помощью натянутых предварительно струн, и с этого натяжения уходит на земную кору, получаем прекрасную ровную дорогу, которую не нужно чистить, которая слегка гибко, но дает нам все идеальные характеристики для передвижения, для перемещения грузов и пассажиров. Вот так выглядит одна из подобных трасс. Пучки струн, связанные вместе, расположены в корпусе рельса, и все это заполнено специальным наполнителем, специальный бетон, который фиксирует струны, упрощняет стенки, консервирует от ржавения и коррозии и шумопоглощения. То есть движение данного транспорта будет не больше 75 дБ, то есть как обычный разговор. То есть мы не будем никак влиять и мучить окружающую нас природу, наши города, и даже если транспорт будет проходить над домом, над каким-то, он не особо будет заметен, этот трос и этот транспорт, потому что они все ажурные и легкие, и он будет быстро пролетать незаметно, так скажем, в полной безопасности. Трассы есть разные. Под каждый пассажиропоток, под грузопоток, который необходим, будут разные виды трасс. Сейчас их уже более семи, мне кажется, разных видов трасс. И, например, самое нижнее мне понравилось в 2019 году, потому что, когда ты летишь 400 метров над садами, много людей, ты видишь, как эти экологические технологии развиваются, и все пышет жизнью. Не как на обычной стройке или не как возле завода, а тут прям действительно. Ты видишь, как будущая экологическая планета возрождается. Либо средняя трасса, берельсовая, с подвесным и навесным транспортом, то есть она тяжелая, на ней могут и снизу, и сверху ходить транспорты, большие составные, например, грузовые поезда, либо с большим пассажиропотоком пассажирские поезда, например, вот по 25 человек, как сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах мы строим 8 вагонов, по 25 человек вместе 200 пассажир. К примеру, также в такой трассе может быть еще две инфраструктуры. Это транспортная инфраструктура. Вторая – это информационная инфраструктура, то есть интернет проводится внутри, вот в этих вот пазах, где вы видите, кругленьким обозначены. Там же и электроснабжение, то есть энергетика, еще одна инфраструктура. То есть представьте, этот транспорт можно, эти трассы и транспорт можно проводить куда угодно, строится легко на любых плоскостях, в любых температурных условиях. То есть всюду, куда сейчас тяжело даже добраться, мы сможем спокойно построить этот транспорт, и там сразу будет абсолютно все для экопоселения, либо линейного города. Вся инфраструктура, все уже проведено внутри самой трассы. Это гениально, быстрое строительство экологических городов в любых направлениях. Это все возможно с помощью струнных транспортных систем. Потому что мы уже сейчас видим, насколько это действенно, как они работают. Даже грузовые перевозки уже тестируются, и мы видим это. Причем с очень серьезным заявлением о цене на 100 тонн на километр. Один доллар. Такое в мире сейчас нигде не найдешь. Просто действительно не найдешь. Это ноу-хау в цене перевозки грузов. И эти все трассы успешно, и транспорты успешно испытываются, демонстрируются и сертифицируются. Здесь я на трех видах трасс катался, каждый из этих транспортов трогал и целовал лично собственными руками и губами, потому что это наше детище. Это то, что более 30 лет, наверное, почти 40 лет технологии, которые задавливались на постсоветском пространстве и в других странах. Хотя у нас это все могло уже быть. И в России, и в Белоруссии, и в Латвии, и во всех соседних странах. Но кому-то это было невыгодно. Но сейчас вы видите, что все работает, это делается. Это были не просто технологии, которые невозможно реализовать. Это технологии, которые сейчас уже захватывают умы разных государственных СМИ и просто разных государств. Потому что количество рекламы, количество людей и главных каналов, журналов, которые делают, уже без нашей просьбы, а сами приезжают, интересуются и рассказывают о наших технологиях. Рассказывают об Анатолии Эдуардовичу Янистом, о гениальном ученом, и о том, что это только первая его технология, и что сейчас еще можно, так скажем, участвовать в данном проекте, но он скоро заканчивается, и уже пойдем дальше. А эта компания будет полностью рабочая. По окончанию 15-го этапа, дамы и господа, это полностью готовая компания с офисом, с работниками. У нас уже три завода будет, наверное, еще больше к концу 15-го этапа. И там исследователи с центрами, испытательными, базы знаний, как все работает, уже первыми адресными проектами, потому что они уже идут и предзаказами. То есть полноценная, полностью готовая компания со всем и заказами, и с возможностями, с мыслящами, и с работниками, они есть уже все сейчас, на 14-м этапе. Но по окончанию 15-го этапа это будет в таком комплекте, что мы сможем на всю планету начинать расширяться и строить. Хотя строить будем уже в этом году, до окончания 15-го этапа. Так же, как и вы будете получать, точнее, мы все, совладельцы компании, будем получать дивиденды уже где-то через год после получения первой прибыли нашей компании. А адресные проекты, о которых я говорил буквально минуту назад, это и как раз уже и будет первая прибыль, если вы понимаете, на что я намекаю. Поэтому ждать осталось совсем недолго. И мы идем с человеком, который конкретно знает, что он делает. Он попал в энциклопедию «Люди нашего тысячелетия», 100 выдающихся лидеров России за свои заслуги. Он сделал более 200 изобретений, более 20 монографий, несколько грантов в ООН, посетил очень много стран с экологическими технологиями и дал огромную работу и огромное продвижение в технологиях, как в Белоруссии, так и на постсоветском пространстве. И он понимал еще 40 лет назад, еще когда учился в школе, точнее, он понимал, что с миром, с биологией, с биосферой происходит что-то не так. Когда видел, как меняется погода после запуска ракет. Но он уже тогда понимал, что двигатели внутреннего сгорания, они нас уничтожат, они не приведут нас никуда, тем более в космос двигаться, потому что это огромная затрата. Эти все ресурсы нужны нам здесь, на планете. Он понимал, что перегрузка транспортных путей будет только расширяться. Отсутствие безопасности при увеличении железных дорог, самолетов и количества населения планеты, то есть увеличение еще автотранспорта, тоже будет уменьшаться. Будет становиться все опаснее находиться на первом уровне, там же, где находятся и транспортные средства. Он понимал, что загрязнение окружающей среды – это та вещь, которая касается каждого. И она с каждым годом мимо глаз обычного населения планеты, проходит мимо информации о реальной ситуации на планете, потому что кто-то просто делает деньги. И причем деньги эти получаются больше, потому что они игнорируют понятие экология и ухода за своим домом. Ну и, конечно, большой расход энергии. С учетом всех технологий сейчас настолько неразумно делаются многие процессы. В нашей компании мы достигаем самых эффективных результатов и самых экономичных решений, потому что экологичная жизнь на планете в гармонии – это значит беречь ее ресурсы и разумно расходовать. Так вот, Юницкий понимал все эти проблемы и положил всю свою жизнь на создание серии экологических технологий, с помощью которой вся планета может возродиться и не дойти до точки невозврата, когда мы не сможем восстановить нашу природу. И он с этим в течение всей жизни шел каждый день, просыпался каждое утро и делал этот мир лучше, разрабатывал эти технологии, встречал огромное сопротивление, но брал критику и улучшал то, что сделал. В итоге все его технологии настолько уникальны, что каждый человек, который на них смотрит, говорит, что это вообще фантастика, это когда это будет. И я сразу после этого показываю видео, говорю, а мы сейчас это сделали, я уже катался сам. Он говорит, да это невозможно, если бы ты мне видео не показал, я бы подумал, что это через лет 30-40. Понимаете, люди, возможно, не верят, возможно, им кажется, что фантастика – это далеко, а оно здесь и сейчас. Крупная страна, типа Индии, Америки, Китая или России, могли бы за несколько лет сертифицировать всю технологию и в масштабах всей планеты начать строить. Но кому-то это невыгодно. И мы, слава богу, это понимаем. Поэтому объединяемся все вместе. И спасибо большое Виолетта и Надежда, Леонид, Любовь, Николай и Николай. Спасибо вам, что вы здесь, потому что с помощью таких людей, как вы, мы меняем эту планету в лучшую сторону. Мы поддерживаем друг друга. И мы поддерживаем действительно достойные созидательные дела. Ведь созидать – значит быть творцом, значит быть как жизнь, жить жизнью, жить одним словом. Дамы и господа, перед вами этими усилиями жизни и желанием лучшего мира. Мы создали, уже почти создали, можно сказать, полноценную закрывающую транспортную технологию. Транспорт, который полностью освободит пластранство на планете Земля для флоры, фауны и человека, который не имеет человеческого факта, который двигается сам по себе, где каждое транспортное средство, каждая промежуточная опора и каждая анкерная опора связаны между собой, искусственным интеллектом, алгоритмами. И понимает все, что происходит во всей системе и принимает слаженные решения для всей системы. Они связаны между собой, имеют машинное зрение и видят, и могут анализировать и принимать решения с тем, что происходит вокруг. И обычное транспортное средство имеет около 250 датчиков для того, чтобы наш пассажир и груз был в комфорте, в полной безопасности. Данное транспортное средство, так скажем, может сотни средств управляться из одного места одним человеком, который просто, так скажем, модерирует и проверяет, чтобы все было хорошо. С помощью данной технологии мы освободим ресурсы, пространство, время, жизни, здоровье и дадим такую скорость нашему миру. Ведь мы звоним за секунду, разговариваем с другой страной на другом конце шара, можем видеосвязь с Австралией, выстроить и будет почти без задержки. Деньги пересылаем за секунды с помощью цифры или слов и пальца прижимаем в телефон, и у нас считывает отпечаток пальца. Мы делаем все настолько быстро, кроме одного. Перевозки грузов и пассажиров. И мы сейчас это изменяем. И это одна из самых важных вещей сейчас в скачке развития в 21 веке. Потому что это даст такой всплеск экологического развития. Это даст такое облегчение нашим городам. Это даст такой экономический эффект каждой стране и каждой компании, которые позволят себе это сделать. Ведь это самая эффективная транспортная технология на 21 век. Но она самая незатратная. Посмотрите на эти графики. Капитальные затраты ниже всего на строительство. Эксплуатационные расходы ниже всего. Расход энергии ниже всего. Пропускная способность самая феноменальная. Загружение окружающей среды ниже всего. Транспортная аварийность ниже всего. Мы побеждаем все виды транспорта. А пройдет еще чуть-чуть времени, и у нас будет передвижение в фарвакууме. Это Юницкий давно об этом говорил и представлял. До 1200 км в час. То есть это когда гиперлуп еще даже не было в мозгах у прекрасного ученого, наш Анатолий Эдуардович Юницкий уже разработал и сказал, как это будет работать. Передвижение в фарвакууме. При том, что это более безопасная технология, чем, например, гиперлуп. И если мы посмотрим на эти, так скажем, новейшие технологии, то да, они частично экофрендли, но они небезопасны, как наши струнные транспортные системы. Для того, чтобы их строить, нужны идеальные путь, а это значит огромные земные работы. Флору и фауну снова нужно срезать и утаптывать. А наша трасса строится где хочешь. В скорости, опять же, мы представим сейчас 500 км в час, уже в ближайший год, ну, максимум 2. А 1200 – это один из следующих проектов, который Арабские Эмираты точно захотят реализовать на своей земле. Поэтому у нашей компании здесь огромные возможности сделать этот проект. Ну и, конечно, за 6 лет всего, дам их свяда, это очень быстро. Мы сделали 12 видов транспорта в железе. Представьте, хотя некоторые за 5 лет, а то и за 10, делают только один пикап с расширением уже для существующих дорог. И это занимает несколько миллиардов долларов. А мы сделали 16 видов транспорта, 12 из них в железе, множество видов трасс, часть просертифицировали, прокатили множество людей за то же время и менее чем за полмиллиарда долларов. То есть скорость развития данного проекта и технологии феноменальная. Потому что у Яницкого были готовы все расчеты, он долго к этому шел, и все было готово, потому что постоянно вставляли палки в колеса. То есть все готово реализовать можно, но денег никто не дает. Там закрывают, там мешают, там еще что-то, как было, например, в Литве. Это ужасно, потому что нас откинуло на 2 года, даже больше, чем на 2 года. Мы бы сейчас уже катались уже на адресных проектах. Но все идет, как идет. И карантин тут тоже был, но все идет, как идет. И несмотря на это, мы представляем уже сейчас в железе весь этот транспорт. Буквально 5 лет назад ничего из этого не существовало. Сейчас я в большинстве из этого сидел и даже на части из этого катался. Это действительно достойный транспорт 21 века, который уже работает. Проходят испытания. Ведь главное – это испытать и просертифицировать, чтобы эти трассы могли разойтись по всему миру. Чтобы их с бюрократической точки зрения, с бумажной, могли строить во всех странах и на всех континентах. Для того, чтобы это проходило быстрее, финансирование и сертификация. Мы, конечно же, представляем все, что мы сделали. И представляемся на самых крупных выставках. Уже 18 международных выставок сделано, так скажем, на которых участвовала наша компания. И мы представили, например, в 2018 году уже наш юни-лет, который передвигается скоростью 500 км в час. И 18-местный юни-бус. Аврал. Все люди были там. 3050 стендов, 183 тысячи квадратных метров, 160 тысяч человек. И это все одна часть Берлина. Внутри аж автобусы ездят, как чтобы перебираться из павильона в павильон. И наш стенд был один из самых посещаемых. 25 делегаций из 18 стран мира посетили нас. И даже соседние все, так скажем, компании приходили к нам узнать, что же это такое. Ведь это люксовый транспорт. Весом около 5 тонн, дающий такие характеристики, что люди говорили, incredible. Невозможно. Это непостижимо. Действительно ли так может быть? Но он говорит, я понимаю, если на этой выставке, это крупнейшая транспортная выставка, выставляется эта компания, это явно, что у нее есть решение того, что она представляет. Так что, дамы и господа, весь мир уже идет за струнным транспортом. И мы всем миром, всеми единомышленниками делаем все, чтобы быстрее просертифицировать его. Сертификатов уже очень много. Так же, как и патентов на разные товарные зернаки, промышленные образцы, изобретения во многих странах мира. То есть процесс идет прекрасным образом. Осталось лишь закончить 14-й и 15-й этап. Самый конец. Самые дорогостоящие и важные этапы. Но мы уже близимся к завершению. И нам это помогут сделать около тысячи человек-сотрудников, высококлассных специалистов, которые разместились в офисах в разных городах и странах уже более 10 тысяч квадратных метров. Разные офисы оборудованы, например, этот офис более 80 конструкторских бюро. Оборудован по последнему слову техники, полная безопасность, как в Пентагоне, поскольку мы делаем действительно инновационные технологии, которые впереди планеты всей, дамы и господа. Этот большой офис Unisky Stream Technologies находится в городе Минск. Передовые компьютеры, мощнейшее железо, передовое программное обеспечение, лучшие программы про 3D-проектирование, например, как The South Alpha. То есть мы уже в самых передовых технологиях эксперты за последних пять лет, потому что делаем на самом высшем уровне. И это позволяет нам делать именно народное финансирование, потому что если бы развивались сами, то с миру по нитке совсем было бы тяжеловато. А тут серьезное взаимодействие микроинвесторов и гениальной технологии ее ученого, с помощью которой у нас получается создать действительно фантастические вещи. Ведь уже на данный момент мы совладельцы трех заводов, которые полностью обеспечены. Один зовет бывшие ее мобили, на каких-то мы производим путевые структуры, на каких-то транспортные средства, где-то все это доводим до идеала. Третий мы завод построили сами уже дополнительно с офисным зданием. Это все, там есть максимальное количество новейшего оборудования. 3D-принтеры, по-моему, три штуки, лазерные резки, гибкие, некоторые 3D-принтеры, по-моему, с семью или восьми коленами. То есть можно делать детали любой сложности из любых материалов. Некоторые станки стоят по полмиллиона долларов, 500 тысяч. И это все наше имущество. Мы все совладельцы этого, и мы уже готовы для выполнения адресных проектов. Кстати говоря, забегая вперед, мы уже готовим реализацию адресных проектов в Объединенных Арабских Эмиратах на наших родных заводах. Так что, дамы и господа, мощнейшее производство. Наша компания в мощнейшем состоянии, не в зависимости от того, что происходило в мире в последних два года. И мы готовы. Мы готовы к завершению 15-го этапа и к строительству по всему миру. То есть далее просто компания будет приносить огромную капитализацию, огромные дивиденды и огромную пользу всему человечеству. И для этого, для того, чтобы все это закончить и закончить этот 15-й этап, нам, конечно же, просертифицировать все необходимо. И эта сертификация происходит в наших центрах испытательных. Например, в 2016 году в Белоруссии, возле Минска, 60 километров, город Марина Горка, мы получили бывший танковый полигон. И теперь это развивающийся инновационный центр с экологическими технологиями, где уже в 2019 году ездили все трассы и катались тысячи людей на разных видах транспорта. А сейчас там полностью рабочая, так скажем, система для отладки, там проходят демонстрации, приезжают делегации. Уже более, около 40 делегаций из разных стран приезжало сюда, в Экотехнопарк, в Белоруссию, чтобы увидеть грузовую трассу, провисающую легкую, полужесткую трассу, легкую провисающую, колтюбинговую, суперлегкую, точнее, и берельсовую ферму. Также там есть уже и эко-дома, и испытательные центры, на котором, например, мотор-колеса испытываются, и наш собственный сад, и все, и даже пасека. И все это находится вместе. Строительство, разработка, экологические технологии, транспорт. И сразу цветущий сад очень хорошо. И пасека. И все прям рядом. И все хорошо работает. Почувствуйте уровень экологии, того, что мы делаем. И это место, конечно же, послужило огромным плацдармом, о котором каждый год, о успехах которого нам рассказывает Анатолий Эдуардович и компания. Его компания, Unisky Stream Technology, представляет для всех инвесторов, партнеров и желающих узнать информацию о том, что произошло с технологией за ближайший год. Последний такой эко-фест был в 2020 году онлайн. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь. Это интересно, это важно. Вы поймете сразу очень много того, что происходило, и насколько масштабно работает компания. Это будет одна из самых крупных корпораций за всю историю человечества. Потому что это самый большой бизнес, транспортный. И мы там прям со свистом влетаем в этот мир транспорта и покажем наилучшие характеристики. Здесь есть четыре видео. Если вы наберете эко-фест 2020 на ютубе, вы сможете увидеть подобные видео, все эти, так скажем, короткие части, либо полный эко-фест, где есть еще дополнительные две части в начале и в конце со встречей от Sky World Community наших команд с разных уголков планеты, которые приветствуют друг друга и желают самого лучшего. Просто так приятно видеть, как разные менталитеты, разные возраста и разные страны объединены чем-то большим, чем они сами. И искренне желают это для всего мира. И для вас, дамы и господа. Потому что каждый из этих 500 человек так или иначе старается для всего мира. Также сразу же хотел вам сказать, точнее даже прочитать, что, зная положение стадии адресных проектов, сегодня уже можно говорить о протяженности транспортных маршрутов в пределах 850 километров. Это февральский вебинар. Просто здесь конкретно четко было сказано, когда будет следующая официальная информация, я ее конкретно также буду к вам выкладывать. Кроме того, рассматривается подготовка к проектированию 200 километров трассы и 890 километров трассы. То есть почти 2000 километров трасс у нас есть сейчас на данный момент, которые не просто рассматриваются, а которые уже на стадии разработок, либо даже строительства. Расположение проектов Владимир Маркович отмечает. Проекты в Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Вьетнаме, Финляндии, Российской Федерации, Словакии, Кении, Нигерии. И это только то, о чем в той или иной степени он может сказать или знает. То есть, дамы и господа, в данный момент, даже на 14 этапе у нас пошли строительства, у нас пошли разработки, и первые проекты будут объявлены официально. То есть они уже, когда их объявляют официально, они уже давно строятся к тому времени. И, возможно, в этом году уже нам все объявят. Так что этот и следующий год будет полон сюрпризов, полон радости. Ну и, конечно же, стоит посмотреть последнее интервью с Надеждой Косаревой и Анатолием Эдуардовичем Юницким, с Максимом Исыпом из РСВ. Говорят очень важные вещи о том, что происходило и о том, что будет происходить с нашей технологией и компанией. Очень рекомендую Анатолий Юницкий, либо Надежда Косарева, РСВ, Максим Исып. Так будут называться эти видео на Ютубе. Изучая все это, изучая то, какие сейчас пошли продвижения в видео во всех, так скажем, наших направлениях, в СМИ, в нашем, так скажем, Sky World Community фонде, мы видим, что все слабости, они стали становиться сильными сторонами. Мы видим, что опасности просто тают на глазах, как и риски, что возможности возрастают еще больше, чем мы могли представить 4 года назад, 3 года назад, 2 года назад. То есть каждый год получается просто вау, мы и мечтать не могли в 2016 году, что мы в Объединенных Арабских Эмиратах будем это делать. Потому что это сразу же продвижение на всю планету. И сильные стороны стали еще сильнее, потому что в общем целом мы являемся самым актуальным видом транспорта на планете Земля в 21 веке, на данный момент. Этот транспорт уже готов, он уже катает людей, он уже возит в Грузию и тестируется, он уже частично сертифицирован, как трассы, так и транспорт. Он уже катает людей и уже заказываются первые адресные проекты. То есть стоит узнать теперь только о последней детали, это Шарджи, как там продвигаются дела. Потому что то, что вы видели в Беларуси, это одно, но в Шарджи это фасад, там где нам выделили место. А фасад это огромного технологического парка, как Силиконовая долина в Калифорнии, либо Сколково в России. Есть Мэна Регион, SRTI Парк, место, где в Шарджи, которое в ЮНЕСКО считается центром искусства и науки, там создаются и собираются самые большие умы, самые крутые технологии, самое передовое инновационное. Создается это все в продукты и услугу и дальше расходятся по миру. То есть они собирают лучшее из лучшего. Напротив, американский университет Шарджи, 50 тысяч студентов, где у нас будет собственная кафедра Skyway. И Эмир Шарджи, поскольку является ученым и защитил две докторских диссертации, понимая, что делает ЮНЕСКИЙ, как бы они сделали такой договор с Объединенными Арабскими Эмиратами. Они говорят, мы не ждем, когда вы закончите 15 этап, чтобы с вами сотрудничать. Просто покажите, что у вас есть технологии, которые будут работать в нашем климате. С постоянным песком везде, бурхамами, с очень высокими солями в воздухе, высоким концентрацией, что разъедает огромная коррозия металла и огромные температуры. И мы показали, создали там трассу, создали транспорт в тропическом исполнении, в ВИП-исполнении, показали это Эмиру и получили зеленый свет, потому что доказали, что имеем решение. Получили зеленый свет и строим еще три трассы. И это все находится на самом фасаде этого SRT-i-парка. Это наш Research and Development Center. Это то место, где мы сертифицируем нашу технологию для тропического климата, для тропиков и субтропиков. И происходит это успешно и очень быстро. Когда я первый раз увидел это, я подумал, очень долго буду строить, блин, я думал, что уже закончат в Белоруссии. Хотя там мы могли закончить, нам просто специально, как я считаю, не дали 27 разрешение из 27, потому что 26 дали. И не дали расширить нашу скоростную трассу на 21 километр, чтобы мы могли ускориться и просертифицировать 500 километров в час. Из-за этого такие усиления. Но как много пользы мы теперь получили из-за сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами. И оказалось, что они строят очень быстро. И что спроектировали мы все очень быстро. То, что годами можно было проектировать, потому что на том месте должны были стоять другие компании. Но нам сказали, это будущее. Я хочу, чтобы будущее, Эмир Шаджи, было прямо здесь на фасаде. И в итоге все переиграли. И за полгода наша компания сделала такой проект. Все рассчитала. И мы поехали на это посмотреть. Мы были в Дубае. Я там отвечал как организатор. Но еще я отвечал за здоровье и активность людей, чтобы они сделали дыхательные практики, насытились кислородом, сделали зарядки. И были полностью готовы к очень плотному и сложному дню. Потому что это был завершающий тренинг, который проходил больше, чем год, на то, чтобы активисты, экологии и инноваторы с разных уголов планеты, с разных континентов, с разным менталитетом и языком, 98 человек из 18 стран, мы учились коммуницировать, несмотря на все различия, в одной плоскости. Делать все так, чтобы мы могли международно поднимать одну из самых серьезных технологий в истории. И у нас получилось это, конечно же, прекрасно. Также мы были и в Шарже, в Skyway Innovation Center, сейчас Research and Development Center. Видели первые опоры, экологический первый деревянный дом в Объединенных Арабских Эмиратах, который разрешили построить только нашей компании и по нашим технологиям. Мы там встретились с Анатолием Эдуардовичем, который рассказал, насколько успехи большие в Объединенных Арабских Эмиратах. И работая с моими коллегами на этих шезлонгах, глядя на Дубай-Марину с пальмы, мы понимали, что это именно тот город, который ни за чем не постоит, не допустит никакой коррупции. Только чтобы принести лучшее в свою страну и своим гражданам. И это действительно дает сильную уверенность, что что бы ни происходило в нашем не совсем честном мире, у нас есть единомышленники и партнеры, которые действительно поддерживают и двигаются с нами в нашем же направлении. Хотя они стараются, я думаю, не больше для народа, а больше для бизнеса. Но у нас общее дело. И оно прекрасно идет. И поэтому нас на официальном уровне в Дубае в феврале 2019 представляли на всемирном правительственном саммите, где собирается более чем 140 представителей разных стран и решают не локальные вопросы государств, а глобальные континентов и всего мира. И там мы были одна из инноваций. Наш транспорт представили и заметили очень серьезно. Поэтому у нас есть уже адресный проект в Дубай-Марина, в бизнес-центре мира, в бизнес-центре Объединенных Арабских Эмиратов. 15 километров, 21 станция, которая будет проходить прямо сквозь высотки и никак их не задевая. Это транспортная, инновационная, экологическая и безопасная технология, которая внедряется в любую, уже даже существующую местность и делает ее еще лучше. Дамы и господа, это реальные фотографии нашего транспорта в тропическом исполнении, который выдерживает огромные температуры. И эти соли, и этот вездесущий песок, который уже показал себя с наилучшей стороны. И уже катает СМИ с разных стран и с разных каналах и компаний. Так было в 2018 году. А так сейчас. Все растет. Все двигается. Все благоустраивается. Уже не одна, не две, не три, а целых четыре трассы строятся с анкерными и промежуточными опорами. Одна из этих трасс, легкая, провисающая, которую вы видели, которая уже готова, и катает людей и ждет Эмира Шарджи, чтобы показать ему, насколько это будущее уже настоящее. Грузовая трасса с продвижением 2400 метров, 50 тонн, 15 тонн транспортное средство, 35 до 12 метров, до 40 футов, по-моему, как-то так, грузовые перевозки. То есть и еще одна трасса на пассажирские перевозки, там, где составное транспортное средство с огромным пассажиром потоком в 100 тысяч человек в час, 25 мест, 8 вагонов, составной такой поезд. Это еще одна трасса. И последняя трасса делается уже в логике первого адресного проекта в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы уже до конца проверять, сертифицировать и показывать нашим заказчикам, что есть. То есть, дамы и господа, мы семимильными шагами двигаемся вперед. Работа двигается и в Белоруссии, и в Объединенных Арабских Эмиратах. Но это то, что мы можем узреть, а какое количество работы мы не видим. Просто представьте. А это вот та самая грузовая контейнер, который своей информацией создает фурор в грузоперевозках. И это действительно так. Наши работники, которые сейчас тестируют и проверяют все из одной точки, из центра, могут управлять сотнями наших транспортных средств и делать их работу еще безопаснее. Поэтому в 2021 году пройдет Экспо 2020, который в прошлом году не смог состояться. Была онлайн-встреча. Кстати, у нас было тоже потрясающее выступление от Надежды Воложиной о наших экодомах, экопоселениях, транспорте и энергетике на английском языке. Но мы хорошенько, с грохотом и фамфарами представимся на Экспо 2020 в этом году. И это одни из маленьких участков, так скажем, здания, которые сейчас стоят в нашем экологическом доме. Кроме этого, в это же время будет проходить эко-фестиваль в Объединенных Арабских Эмиратах. Даты, скажем, чуть позже. Ну и, конечно, это будет очень важное событие для всего мира. Потому что множество ученых, множество бизнесменов, множество президентов и разных мэров, так скажем, министров транспорта и прочих людей приедут в Шарджи, приедут в Объединенные Арабские Эмираты, увидят, насколько там это официально, насколько приветствуются, насколько это уже здесь. И, конечно же, уже будут вставать в очередь на то, чтобы сотрудничать с нашей компанией. То есть представьте, мы еще даже не закончили, а компания уже имеет заказы и предзаказы, с которыми работают. И все последующие, они будут вставать уже в определенную очередь. Это при том, что более 25 тысяч адресных проектов просто в стендбай ожидают. То есть это там, где было бы здорово построить трассы, где хотят, чтобы построили трассы, но пока не готовы платить за это, пока мы не закончим сертификацию. Но есть страны и партнеры, которые не ожидают окончания сертификации, потому что видят, что здесь и сейчас нужно действовать, потому что потом времени не будет у компаний строиться в других местах. В этом плане очень дальновидно поступают Объединенные Арабские Эмираты. Но также это все делегации перед вами с разных стран. Там Индонезия, Европа, Африка, Азия, ну и, конечно, тропический климат весь, потому что эти трассы очень заинтересовывают страны с тропическим климатом. Они посмотрели, как это работает, увидели, услышали, почувствовали. И, конечно же, мы ждем новые делегации, которые сейчас приезжают постоянно, особенно с учетом такого расширения в СМИ. Потому что мы, дамы и господа, создаем инновационный, надземный, скоростной, безопасный, экономичный и легко интегрируемый, экологически чистый транспорт. Это все относится к нему. И причем почти каждому из этого, можно сказать, самый. Самый экологически чистый, самый легко интегрированный, самый экономичный, самый безопасный, самый надземный, самый инновационный. Но еще пока чуть-чуть не самый скоростной. Но мы это исправим. С Анатолием Эдуардовичем и с вами, дорогие друзья, мы сделаем это очень быстро. Сейчас лишь вопрос, как каждый человек воспользуется этой информацией. Пройдет ли он мимо? Или ускорит это на час, может, на день, может, на неделю? Может, просто поделиться с кем-то, чтобы у других людей хотя бы один раз в жизни каждому человеку стоит рассказать, что такое существует. Даже если у нас нет времени это поизучать или в это вникнуть, может, у других найдется. А так и соберется с помощью сарафанного радио та часть здравомыслящих существ, которые совместно и эффективно влияют на развитие нашего человечества. Так же, как и на первом этапе, инвестиции были важны. Но там было мало действий и мало инвестиций. Здесь самое большое количество действий, самые важные и дорогостоящие, и самое большое количество инвестиций. Но и нас 500 тысяч человек приблизительно. Поэтому, дамы и господа, поделитесь тем, что вы узнали. У каждого еще есть время стать частью этой технологии. У каждого есть время с компанией SkyWorld Community работать и продвигать данную технологию. И, конечно же, у каждого есть возможность стать совладельцем грандиожнейшей технологии с помощью договора «Конвертируемый займ». С помощью кредитования подобного проекта, если правильно сказать юридически. Народное финансирование дает возможность миру дышать по-другому. Вы видите этот транспорт, он перед вами. Вы зайдете на YouTube и посмотрите видео, вы увидите, как он катает людей. Насколько все рабочее. Насколько это важно. Хотите ли вы видеть такой мир перед собой? И еще лучше, хотите ли вы платить за проезд в этом мире? Или хотите получать за то, что в этом мире на таком транспорте ездят? Ведь после окончания 15 этапа каждый год мы будем получать дивиденды от строительства каждых трасс. И причем они будут строиться очень быстро, и на них будут легко соглашаться, потому что стоимость будет очень низкая. Ведь наша задача не коммерция, не заработать, а как можно скорее дать альтернативу транспорту, как в городах, так и между городов. Чтобы было чисто. Чтобы было здорово. И здорово в совокупности жизни, в биосфере. Все живое. Так, чтобы процветало. И мы почти сделали это. Мы можем ускорить это. Мы можем стать частью этого. И обеспечить свои семьи на несколько поколений. Потому что по окончанию эти трассы все будут строиться очень дешево. Но с каждой трассы 20-25% от прибыли каждый год будет идти на развитие нашей экологической компании и технологии. На ее масштабирование, на ее улучшение. То есть каждая трасса, а это может быть 25 миллионов километров дорог по всей планете, только в 21 веке мы можем сделать. Просто представьте это. И это уже имеет начало. Поэтому присоединяйтесь, дамы и господа. Шестой технологический уклад приходит. Компании, которые сделали мир, который был сейчас, были маленькими, но в итоге каждых 10 долларов превратилось в сотни тысяч долларов. Это капитализация. И каждый год приносила прибыль в дивиденды. Только мы сейчас стоим у самой крупной отрасли. Самая крупная инфраструктура, больше, чем интернет, больше, чем электричество, больше, чем информация, транспортная инфраструктура. И мы видим, как успешно она продвигается. Если бы у вас была возможность в Apple, Google, Alibaba инвестировать и увеличить свои в 50 тысяч процентов, в 80 тысяч процентов, вы сейчас можете сделать это с самой актуальной технологией, на данный момент. Дамы и господа, я благодарю вас за ваше внимание. Теперь оставлю вас с вопросом, что же сделать с этой информацией дальше. Если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, задавайте, пишите в чате, на корпоративную почту, она чуть выше в чате указана, либо по Facebook. А мы с командой и компанией SkyWorld Community, еще раз напоминаем вам, что у каждого человека на планете из любой страны, с любого континента, с любым менталитетом, на любом языке, в любое время дня и ночи можно делать созидательную деятельность, делать этот мир лучше, зарабатывать средства, получать вознаграждения, обустраивать свое будущее, финансовую независимость для будущих поколений, делать этот мир лучше. И все в свободе с компанией SkyWorld Community. Пятнадцатый этап ждет ваших решений. Пятнадцатый этап ожидает, что вы поделитесь хотя бы один раз с каждым человеком, которого знаете, чтобы они могли принять собственное аргументированное решение и не пожалеть в будущем. Как минимум вы не пожалеете, что кому-то что-то не сказали хотя бы один раз. Спасибо вам, потому что мы закончим эту технологию и будем строить следующие. Эко-дома, линейные города, эко-поселения. Транспорт – это лишь частичка, самое первое. Потом пойдет вынос вредного производства на орбиту Земли и в ближний космос. И создание технологий там, на ОТС и Кио. Мы сможем связать всю нашу планету полностью экологическими технологиями и жить в биосфере, живой и процветающей. И жить и процветать вместе с ней. Это даст нам возможность стать воистину космической цивилизацией. И с помощью Анатолия Эдуардовича Юницкого и его технологий мы сможем это сделать. Спасибо большое за внимание. Будьте здоровы. Виолетта, Надежда, Леонид, Любовь, Николай, спасибо вам. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, эта информация пойдет вам на пользу. Вы сможете ее использовать. Вы сможете сделать ряды наших единомышленников больше. Потому что как минимум единомышленник не тот, кто поддержал проект, а тот, кто изучает, что на самом деле происходит с нашей планетой и как мы это меняем. Будьте здоровы. Живите богато. Любите друг друга и берегите друг друга. Пожалуйста. Обнимаю каждого. Люблю. Будьте здоровы. С вами был Артем Курбанов и компания SkyWorld Community. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!